Всем привет! Меня зовут Маргарита и сегодня мы поговорим на тему воссоединения семьи в Словакии. Воссоединение с членами семьи в Словакии возможно при наличии действующего разрешения на временное или постоянное проживание. Процедуру можно начинать сразу после получения вида нажительства. Член семьи, имеющий разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи, может работать или заниматься бизнесом. При этом ему необходимо получить разрешение на работу в течение первых 12 месяцев после получения разрешения на временное проживание. По данной программе вид на жительство Словакии могут получить супруг супруга заявителя, несовершеннолетние дети и дети от 18 до 25 лет, находящиеся на иждивении заявителя, не способны самостоятельно заботиться о себе по состоянию здоровья. Родители заявителя входят в основной список лиц, которые могут получить вид на жительство по программе. Но есть ряд исключений, по которым можно забрать отца-мать в Словакию. Это если родитель остался один, обдовел или разведен. Если у лица, подающего прошение на ВНЖ по программе, нет других родственников, кроме ребенка, живущего в Словакии. И если отец-мать нуждается в постоянном уходе по состоянию здоровья. Преимущество получения вида на жительство по воссоединению семьи. Право устроиться на работу, возможность учиться в школах и вузах Словакии и право открыть свой бизнес. После получения вида на жительство на основании воссоединения семьи, нужно пройти медосмотр в одной из предложенных клиник Словакии и оформить страховку. На эти действия дается 30 дней. Документы на воссоединение семьи можно подать в любое посольство Словакии, либо в подразделение иммиграционной полиции. Если вас интересует данная тема, обращайтесь по указанному номеру телефона и специалисты наших компаний ответят на все ваши вопросы. На этом у меня все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok